В темном времени суток, дорогие посетители, как же приятно видеть ваши горящие глаза, ожидающие чего-то необычного, удивительного. Вот только что теперь в мире вас так может удивить. Разные аномалии, конспирологические заговоры и прочие необычные загадочные вещи. Да, соглашусь, это интересно, вот только все ли из ныне присутствующих могут адекватно осмыслить, что тут вообще происходит. Если влезть в историю нашей вселенной фонда SCP, заметив, что он изначально был нацелен на сбор и распространение интересных страшных историй и вещей. На протяжении всей жизни фонда его сотрудники собирали поистине много интересных вещей и документов, аномалий, да и персонал, как мы видим, был весьма неоднотипного содержания. Не менее интересны оказались и организации и группировки, которые всеми силами пытались ограничить деятельность тюремщиков и сохранить свой костяк рабочей деятельности, а то и вовсе продолжить двигаться к своим назначенным целям. Но сейчас речь не об этом. Наша вселенная находится на тонкой грани между адекватной стороной и стороной бессмысленного абсурда. Мне очень жаль, что вы, да-да, дорогие зрители, подписчики, ютуберы, мне жаль, что именно вы довели нашу среду до столь ужасного состояния. Фонд SCP ведь неоднозначно серьезное направление, чего стоит найти достаточно интересные объекты неординарного содержания и рассказы с таинственным стечением обстоятельств. Однако наш сегмент все больше падает в бездну низкоинтеллектуального уровня, все больше появляется каналов и групп, содержание которых просто выходит за рамки приемлемого и разумного составляющего, опускающие ваши интеллектуальные способности. Все больше появляется каналов и групп, содержание которых просто выходит за рамки приемлемого и разумного составляющего, опускающие ваши интеллектуальные способности. Вы, может, и не замечаете, однако многие такие шутки и, как это по-вашему, рофлящие ситуации размазывают ваши представления. Задайте себе сам вопрос для начала, что было до того с фондом, когда вы с ним познакомились? Каким он был и каким было его окружение? Отбросьте на пару минут все ваши мысли и нынешние представления. Вернитесь на пару лет назад. Станьте снова теми, кем вы так были и попробуйте склеить ваши розовые очки, которые так долго держали надежду на то, что все, что читали об этом месте – правда. И теперь посмотрите, во что оно превратилось. Ваши товарищи, скорее всего, уже не изучают эту Вселенную, либо же бросились с возгласами. Но к чему это все? Оно ненормально, оно неестественно, оно непригодно для существования. Нет, это как раз ваши действия приводят фонд к непригодности. Вселенная кошмаров и крипипаст, основывающиеся на научной фантастике и докторских выдержках, подкрепленные экстраординарными титановыми взглядами, непонятными и необычными. Где это все? Где это стремление к любопытному и непонятному? Люди теряют интерес из-за ваших действий. Я не хочу сказать, что конкретно вы портите всю Вселенную и всю атмосферу, но вы поддерживаете жизнь в низкокачественном и нездравом наборовлении, что приведет все вокруг на уровень современной культуры, современного минимализма и постмодернизма. Необоснованные идеи, пустой смех в никуда, без эмоционального отвращения и обращения в пустоту и в небытие. Зачем вы это выбрали? Фонд SCP, наоборот, должен подкреплять ваш интеллект абстрактного мышления. Это ведь как современный Рэд Брэдбери со своими марсианскими хрониками. Это хороший пример той же антиутопии Джорджа Орла со своим модернизированным в 1984. Почему вы не хотите принять в свою душу переосмысленные идеи сверхразумов и принять альтернативы миров в более масштабном варианте? Неужели ваш интеллект настолько мал, что он способен только воспринимать материал тех сообществ, которые попросту деградировали, наполнившись низкопробным контентом в виде примитивных мемов? Ваши рамки обыденного просто смешны. Ваша амбициозность и смелость в разговорах может сразу переменяться на уровень несерьезного отношения к подобным вещам. А что же тогда вас ждет в жизни? Что вы сможете сделать в своей пустой оболочке, будучи в постоянном пребывании в таком состоянии? Вы сможете все содержать в крепком фундаменте здравого взгляда на предметы, которые вас окружают. Мое предложение будет таковым. Чем больше вы будете продолжать вести упадок в небытие, тем больше вы будете удивляться стечением вполне себе нормальных обстоятельств. Для всего есть место убыть, конечно, однако для многих нынешних вещей, круп и мыслей, переходящих границ разумного и тематически правильного направления, просто будет ввести в абсурдную составляющую. Вы можете притворствовать высказываниям разных догм и цитат и доказывать, что я могу быть неправым. Господа, вы в первую очередь для себя ответьте, нужно ли вам такое направление в вашей жизни. Вам хватает музыки подобного плана, запретов и санкций на всякий гуманизм, который впоследствии породит геноцид вашего же состояния, которым вы так привыкнете и который стоит для вас нормой? Вы хотите дать волю к культуре низкосортного содержания, которое захочет убрать правосудие вашего же разума и вашего собственного я? Вы хотите терять способность к мышлению? Или, быть может, вы наконец проснетесь и скинете окулу вашего бессмысленного течения по кровавообразной реке мысленного содержания? Я предлагаю выдвинуть протест в такой культуре. Многие люди уже начинают собирать контент и на таком отвратительном уровне зарабатывать деньги, что в свою очередь незаконно и потло. Я призываю вас бороться с этим и прекращать вдыхать жизнь этому непонятному содержанию. Оно не должно оставлять след в истории, однако оно дало дыру в работе фонда. И вас можно в этом винить, если вы допустили в свое окружение такое бездарное отношение. Так давайте мы совместными усилиями продвинем более уместный и адекватный контент и поднимем наше сообщество со дна. Возьмемся за руки коллективного настроя и сможем уже сделать наш мир лучше, единственнее и интереснее. Это обращение больше похоже на призыв к вашему здравомыслию, который, видимо, похож на удел слабых. Я не хочу быть вождем мессии и тем-то большим. Я просто хочу открыть глаза вам, тем, кого еще можно назвать людьми. Либо вы также утратили это понятие, как и понимание о смысле этого места. А какой рассказ, дорогой друг, ты хотел бы услышать следующим? Пиши в комментариях.